здравствуйте дамы и господа когда встречаются два человека и между ними начинает происходить какая-то магия когда что-то внутри щелкает что-то цепляется и возникает сильное притяжение кто-то говорит что вот это просто химии гормоны смотрите мы живем кажется что в материальном мире и поэтому без химии гормонов конечно же никуда но если мы рассмотрим этот физический мир через микроскоп то вы увидите что мы все состоим из одних и тех же мельчайших субатомных частиц которые по своей сути являются энергией понимаете то есть стол он только кажется твердый понимаете это энергия вибрирующая на определенной частоте и мы вибрируем на определенной частоте и наши частоты так резонируют со столом что он для нас твердый понимаете но эта энергия просто другая плотность то есть эти частички очень сильно сбиты сжаты и определенная информационная структура поддерживает какую-то форму понимаете но когда душа например вылетает из тела она может там слышать видеть что происходит в операционной что там делают врачи если это клиническая смертную так часто просто такое бывает она может пролетать через тот же стол через стены то есть они для нее проницаемы почему потому что у души уже другая частота вибрации понимаете состоит из того же самого если мы берем как бы но пытаемся вот этот материал уходим и из чего все состоит но по сути когда мы этот материал разгребаем до самого основания понимаем что он то состоит опять-таки из чего-то духовного понимаете из какой-то энергии которая вот пронизывает все и вот этот вот высший разум бог как хотите называйте вот он есть во всем и пронизывает все так к чему это я чтобы лучше разобраться что начинает происходить с людьми и в их жизни когда два человека встречаются и между ними возникает вот это вот химия идет вот этот вот выброс гормонов почему в результате этого может происходить даже какая-то мистик какая-то синхронизация случайные совпадения и жизнь чаще всего в какую-то сторону меняется кардинально смотрите когда мы встречаем свое близнецовое пламя родственную душу или даже просто человека который нас чем-то зацепил у нас тянет к нему как магнитом и при этом мы испытываем счастье радость любовь благодарность то есть такие светлые приятные чувства это меняет нашу биохимию то есть в тело происходит выброс определенных веществ и это биохимия меняется как бы в таком положительном ключе что повышает наши вибрации понимаете и вот это вот повышение чистоты вибраций нашей она приводит к тому что наше излучение меняется в мир а поскольку мы все взаимосвязаны с этим миром не только люди взаимосвязаны но и вообще все потому что все из одного и того же состоит просто есть информационная структура и разные разные да у всего что придает форму там особенности нюансы и живым и тем предметам которые как бы не живые и разная частота вибрации так вот все взаимосвязано поэтому меняется вот эта биохимия от встречи от отношений положительно она повышает вибрации излучение в мир идет более созидательное и у нас получается более созидательные события то есть мир уже их начинает как бы подкидывать притягивать понимаете что это часто смена работы на более лучшую или смена бизнеса или открытие например бизнеса или просто могут например какие-то были раньше токсичные друзья знакомые отношения они могут рушиться разваливаться новые взаимоотношения создаются более гармоничны но постепенно все это происходит понимаете то есть может быть переезд на новое место жительства более там лучшее повышение доходов и так далее это если мы берем вариант когда вот у нас такая биохимия меняется на положительную а когда мы встречаем какого-то человека которому вот сильно тянет и сама встреча или какие-то там сопровождающие обстоятельства какие-то там мысли душевные терзания или если отношения завязались и общение значит сами уже отношения и общения вызывают у нас чувство тревоги страха ревности вины особенно если там какие-то треугольники квадраты любовные так далее там безысходности и так далее ну вот куча всяких страхов там боль и так далее страдания вот смотрите если эти чувства которые мы условно обозначаем как негативные они приводят к другой биохимии то есть тоже выделяются гормоны как и там тоже химия как и там но при этом другие вещества которые действуют так от этих чувств они действуют так что частота вибрации снижается и мы начинаем излучать в мир это внутреннее излучение не то что мы там маску натянули там улыбаемся и так далее именно внутреннее состояние какое мы это излучает мир именно это считывает окружение ну просто она все взаимосвязано и тогда это начинает притягивать негативные события когда отношения еще хуже становится они портятся там больно еще больнее становится понимаете там может бизнес рушится или там сокращаться сокращаться финансовый поток там разрушаться разрушается семьи и отношения или вот те отношения зарождающиеся там тоже куча-куча-куча негатива то есть люди не могут справиться то есть этот негатив порождает еще больше то есть потому что излучение и в ответ мы опять получаете мы что излучаем то и получаем понимаете но изначально внешняя реакция запустие внешняя там событий или человек или эта встреча запустила нашу реакцию, и оно пошло вот так накручиваться. И тогда вот это всё идёт как бы вниз, под откос по судьбе. Есть такая иллюзия, что если мы встретили своё близнецовое пламя или свою родственную душу, то там должно быть всё хорошо и позитивно. Ну, более-менее, да? А если там много боли, страданий, какого-то трэша, то это значит обязательно, что мы встретили кармического партнёра, там это не наш человек и так далее. Смотрите, на деле всё обстоит чуть-чуть иначе, на практике. Наша реакция, наше вот состояние зависит в первую очередь от нас и в первую очередь от тех программ, которые у нас есть в подсознании, а не от других людей. И если у нас в подсознании много негативных программ, то встреча особенно, особенно близнецового пламени и кармического партнёра активирует эти программы, как бы выводит их на свет. Они и так где-то были, они и так где-то работали, просто встреча с этими партнёрами чаще всего их, ну, больше ещё высвечивать начинает и цеплять начинает. Понимаете? То есть от себя не убежишь. А встреча, допустим, родственной души, обычно их тоже будет активировать чуть-чуть в более слабом ключе. Но опять-таки чаще всего, потому что бывает, и с родственной душой может очень сильно раскрутиться динамика, а бывает, что с близнецовым пламенем будет более гармоничная динамика. Но чаще всего всё-таки негативные программы, если они есть в подсознании, не проработаны, то вот эти вот встречи таких особенных партнёров, они особенно усиливают. Но даже если мы встречаем просто какого-то человека, понимаете, вот у нас было какое-то намерение, может быть, неосознанное, связанное с нашим развитием. Если оно было, смотрите, и есть в подсознании негативные программы, то естественно, что ваше намерение приведёт к тому, что к каких-то обстоятельствам, которые начнут вам подсвечивать эти программы. Поэтому это даже можно встретить просто резонирующего человека, даже под такое неосознанное намерение, которое будет там ни близнецовый, ни кармический, ничего такое, но он будет цеплять эти программы, так как был внутренний запрос на развитие, и тогда эти программы можно достать, как-то проработать, понимаете? Вы знаете, хотели развитие, как бы получили развитие. Поэтому вот кто встретил такого человека, которому очень сильно тянет как магнитом, и уже произошёл какой-то внутренний переворот, а может быть уже и внешняя динамика, то важно понять, что всё, ждите перемен, они уже есть и по-другому, уже по-старому не будет, понимаете? И тут, если человек вот держится за старое, боится перемен, то, как правило, это просто мучается годами. Терзания какие-то там, одни и те же мысли, одни и те же состояния и так далее. То есть какое-то состояние безысходности, тупика там и всё такое. Но оно может сопровождаться каким-то развитием, но если сопровождается всё равно вот этим негативное состояние, от которого устаёшь, которое выматывает, значит страхи, значит человек держится за старое. И тогда вот это всё в негативном таком ключе идёт. Если же человек идёт в развитие, готов меняться сам и менять свою жизнь, то чаще всего, особенно если встретил близнецовое пламя или просто своего человека подходящего, то уже с ним, либо в процессе этой трансформации, либо после трансформации создаёт новые, более здоровые взаимоотношения. То есть тут важно понять, что вот после этой точки оно нельзя вот вернуться просто вот в то, что было. То есть там не через, понимаете, кто-то там ищет какого-то психолога, чтобы он ему сказал, что вы сумасшедший, и вернул его в прежнюю колею, и он такой правильно стал жить в прежней колее. Такого не бывает. Это будет опять обострение, это выльется во что-то в любом случае, даже если человек себя загонит в это. Очень важно понять, вот от этой точки всё, уже обратно, пути нет. Уже либо путь вниз, то есть либо человек держится за старое всего, боится, не хочет меняться и так далее, скатывается по судьбе и по состояниям своим вниз, и по событиям жизни. Либо, ну у него всё рушится, либо он поднимается наверх и создаёт более счастливую версию себя, своей жизни и более счастливые гармоничные взаимоотношения. Про встречи, про отношения, там признаки особенностей отношений родственных душ, близнецовых пламён и кармические, у меня записан уже целый плейлист. Ссылка на него есть в описании внизу под этим видео. Кто хочет разобраться в своей ситуации, понять, встретили ли вы близнецовое пламя, или кого-то другого, или просто разобраться в себе и понять, как вывести свою жизнь в более гармоничное, созидательное русло, да, или взаимоотношения, соответственно, приглашаю на онлайн-консультации. Узнать подробности и записаться можно по ссылке внизу в описании под этим видео. Желаю вам всем счастья, света, радости, любви и прекрасных гармоничных взаимоотношений, которые вам в счастье и в удовольствии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok